Кушай, кушай. Молодец. Алло! Иду, Борис Васильевич. Все, я пошла. Саша! Сынок, пора пить чай. Ой, Саша, у тебя шнурок развязался. 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 Десять утра заседания кафедры. Алло! Софья Михайловна, здравствуйте. Это Светлана Сергеевна. Профессор Ровенский просил передать, что заседание кафедры отменяется. Спасибо, что предупредили. О, это значит, что можно спокойно пить кофе. Отстаньте, товарищ Музер. Отстаньте, товарищ Музер. Иди, товарищ Музер. Ну, вот. Теперь другое дело. Ну, вот теперь точно можно выпить кофе. Ну, вот теперь точно можно выпить кофе. Боже мой, Уильям, ты что здесь делаешь, ваше высочество? Ты как здесь оказался, а? Борис Васильевич! Не слышит. Наверное, в другой комнате. Тогда предлагаю выпить кофе, ваше высочество, а после я верну вас хозяевам. Ты что, голодный? Тогда тебе точно нужно домой. Арсений, ты ко мне? Любимая, я пришел с миром. Извини, что я не позвонил. Я просто был неподалеку, и по старой памяти решил зайти на чашку кофе. О, ты питомца себе завела? Нет, это соседский. Пришел через балкон и уже собирается к себе домой. Ой, да Уильям. Где это они? Ух ты! Ящик почтовый битком. Куда это они подевались? Да мало ли куда. Лето на дворе. Уехали в отпуск. На дачу. В озере купаться, на лодках кататься. Нет, это невозможно. Во-первых, у них нет дачи. А во-вторых… Ну, в общем, неважно. Это невозможно. Здорово, молодежь. О, Владимир Петрович, здрасте. Скажите, а вы Галактионовых в последние дни не видели? Нет. А у меня и дома-то не было. Я только вчера с Ахоты вернулся. Кстати, лосять на него привез. Обожди-ка здесь. Позволь мне войти. Это ни к чему. И потом, у меня нет кофе. Ну, нет кофе, понимаешь? Да бог с ним, с кофе. Черт, Соня, ну ты же понимаешь, что я не кофе сюда пришел попить. Я тебе уже все объяснила. Дай мне еще один шанс. Я вел себя как идиот. Просто мне казалось, что девушкам нравится романтика. Знаешь, когда им читают стихи, когда забираются ночью на балкон? Откуда столько силы ты берешь, чтоб властвовать в бессилии надо мной? Прекрати, пожалуйста. Шекспир. У нас ничего не получится. Да почему ты так уверена? Потому что я этого не хочу. Мне правда очень жаль, но я желаю тебе встретить девушку, которая тебе будет подходить. Я уже встретил. Да? Только она меня на порог не пускает. Нет, другие девушки мне не нужны. Я пробовал, ходил на свидание, знакомился, но это все не то. Можно я тебя обниму? Нет, не нужно меня обнимать. Я не твоя девушка и вообще я опаздываю на работу. А вот и Лосятина. Вчера еще бегала. Владимир Петрович, вы нас разбалуете. То Лосятина, то Кабанятин, то Рябчики. Да кушайте, Соня. Мне же радость только. Спасибо. А тебя этот валет не обижает, а? Ты смотри. Если обидит, сразу скажи. Это старый друг, он уже уходит. Рад был повидаться. Пока. Если передумаешь, просто дай знать. Вот правда, Денис, что мы стесняемся? Давай раздадим посетителям лапти. Нет, в конце концов, у нас ведь не ресторан, у нас музей крестьянского быта. При чем здесь лапти? Да чтоб они щи хлебали! Ты сам ввел плетние меню кислые щи, чтоб у нас весь ресторан капустой провонял. Здесь нет капусты. А что, есть? Они с ананасами. Господи боже мой, у нас щи с ананасами, у нас пареная репа с чем должна быть? С трюфелями? Не, трюфели в средней полосе не растут. Ананасы растут! Ананасы при Екатерине Второй в оранжереях в каждой усадьбе выращивали. Игорь, наливай. Ты серьезно? Давай покажи мне того посетителя, который бы заказал суп с ананасами. Покажи! Кислый щи, это не суп! Это сильно газированный напиток. Вариант русского сидра. А суп у нас уха из налима с раками и с березовым дымком. Ты что творишь-то? Ты чего делаешь? Сюда люди приходят просто поесть оливье, просто взять киевскую котлету и все! Сейчас. Мне подождать телефон? Сестра звонит. Да, Соня. Да. Денис, привет. Представляешь, Галактионовы пропали. Ну, что значит Галактионовы пропали? Куда они могли пропасть? Ну, не знаю. Ко мне пришел Уильям. Дверь они не открывают. Почтовый ящик телефон. Слушай, я сейчас ничего не понимаю. Давай я вечером приеду, и мы во всем разберемся. Организуй, пока Уильяму какое-нибудь временное жилище. Я уже все придумала, выделила ему ящик из-под овощей. Хорошо, Соня. Я очень тебя прошу, сама ничего не предпринимай. Езжай спокойно на работу, я все решу. У меня еще час до работы, я успею заскочить к участковому. Когда люди пропадают, надо обращаться в полицию. Все, пока. Увидимся вечером. Угу. Мы продолжим? Что касается Оливье, это без меня. У вас ресторан русской кухни. И если для вас русская кухня Оливье, ищите себе другого шефа. А что у нас русская кухня, париная репа? Не надо в крайности впадать. Русская кухня, она не сводится ни к париной репе, ни к блинам с икрой. Она может быть высокой и современной. Моя гулевская каша и полба с белыми грибами получили высшие оценки международного конкурса. Ты понимаешь, что здесь не конкурс. Сюда люди приходят просто отдохнуть и поесть им полба не нужна. Они даже не знают, что это такое. Так пусть узнают! Кухня – важнейшая часть культурного кода, к вашему сведению. Вели же в меню курник. Вы говорили, никто заказывать не будет. А вот там сейчас на террасе девушки сидят, которые теперь только за этим курником сюда и ходят. Стой! Да, Денис Михайлович. Собирай. Ага. Просто это очень сложно, когда твоя мама – самая известная в городе журналист. Ариш, ты пойми, я же хочу, чтобы меня знали не как дочку Инны Перцевой, а что я сама чего-то стою, что я личность. Ну, ты бесспорна личность. Угу. Только никто же об этом не знает. Зато все знают мою маму. Я же специально пошла в Юракадемию, потому что, ну, это максимально далеко от журналистики. Взяла отцовскую фамилию, чтобы меня знали не как Перцевую, а как Пальникову. А толку-то? Даже руководитель стажировки тот оказался маминым хорошим приятелем. Он что, знает чья ты дочь? Уже да. Мама с ним поговорила. Теперь он меня всячески оберегает. К настоящим делам на пушечный выстрел не подпускает. И бумажной работой заваливает. Вам передали от того столика. Передайте этому господину, что пить шампанское по утрам — дурной вкус. Хорошо. Настен, ну нельзя бесконечно отшивать всех мужчин. Ариш, я хожу сюда за курником. Они с мужчинами знакомятся. И все-таки разок-другой сходить на свидание тебе не помешает. Ариш, вот какие свидания? У меня последний год академии. Стажировка, курсы английского. Английский можно было бы разочек и пропустить. Нет. Английский пропустить никак нельзя. Я же за него деньги плачу. И вообще. Да-да, знаю. Сначала карьера, а потом когда-нибудь мы подумаем о мужчинах. Ты абсолютно права. Так, а с чего вы решили, что с вашими соседями что-то случилось? Я же вам говорю, что ко мне пришел Уильям. Угу. И сказал, что они пропали, да? Нет. Уильям ничего не мог мне сказать, потому что Уильям — это морская свинка. Угу. То есть, к вам пришла морская свинка по имени Уильям? Уильям? Да. Точнее, Уильям четвертый. Угу. А он… А он не мог просто сбежать? Конечно, мог. Вот. Но просто Галактионовы несколько дней не отвечают на звонки. Их почтовый ящик забит. Очевидно, что его несколько дней никто не открывал. А что ж, вы не видели, что никто не забирает корреспонденцию? Что… что соседей ваших не видно? Не обеспокоились? Ну, знаете, у меня нет привычки заглядывать в чужие почтовые ящики. И потом мы с ними не общались каждый день, а они, знаете, живут очень замкнуто. У меня у племянницы тоже свинка морская была. Угу. Да. Я слышал, что они могут жить без еды и воды не больше двух дней. Получается, ваших соседей не было примерно двое суток, не больше? Да. Вот я подумала, когда у него был корм, он его ел. Как только корм закончился, он прибежал ко мне. Ну вот, ну вот, видите, тогда нечего беспокоиться. Наверняка они куда-нибудь уехали отдыхать эти ваши соседи Галактионовой. Вон, лето на дворе, отпуск у всех. Ты понимаешь, Денис, что ты так ресторан угробишь? Меня в могилу сведешь со своей высокой кухней. Денис, ты меня слышишь? Ты мне хоть попить предложи. Илья, налей что-нибудь Федору Алексеевичу. Угу. А, Илья. Пожалуйста. Денис, это кислищи. Почему здесь хлеб плавает? Это лампапо. Лампапо, хорошо. Что это? Лампапо. Русский пунш на ржаных сухарях. Был очень популярен в девятнадцатом веке. Описывается у Геляровского. Мне только лампапо не хватало. Да, алло, Татка. Привет. Привет. Что случилось? А почему ты в парке? Ты же на английском должна быть. А мама где? Ты что, плачешь что ли? Татка, ты чего? А ну-ка, не плачь. Не надо. Ты, ты давай стой на месте. Я сейчас приеду. Слышишь меня? Сейчас приеду. Стой. Никуда не уходи. Все. Сейчас буду. Что-то случилось? Да. Дочка в парке вместо того, чтобы быть на английском, а жена… Вообще непонятно где. В общем, лампапо какой-то. Вы поймите, Галактионова не совсем обычная семья. Дело в том, что Саша человек с ментальными нарушениями. Понимаете? С какими нарушениями? Ну, с ментальными нарушениями. Не, не понял. Но вы фильм «Человек дождя» смотрели? Нет. Я фантастику не люблю. Ну, тот, который с Дастином Хоффманом. А, с Дастином Хоффманом. Да, смотрел. Вот. У Саши что-то подобное. Ну, например, он выходит на прогулку каждый день в одно и то же время по одному и тому же маршруту. Все непривычное для него вызывает стресс и может спровоцировать приступ. Да вы что? Именно поэтому и Уильям уже четвертый. Я как-то подарила им морскую свинку. Теперь морская свинка должна быть всегда. Поэтому я уверена, они не могли просто так уехать, никого об этом не предупредив, оставив Уильяма одного. Да. Да. Давайте так. Как? Так. Вы ко мне в конце недели зайдете, если соседи ваши не объявятся. Да? А обязательно ждать до конца недели? Послушайте, если нет угрозы жизни и нарушения общественного порядка, мы на сигналы обязаны реагировать, по мере возможности. Будет возможности, займусь я вашими Галактионовыми. А сейчас у меня на очереди наркопритон и пьяная драка в коммуналке. Ты можешь объяснить, как ты в парке оказалась? Где мама? Что вообще происходит? Ты сама в парк пришла или тебя мама привезла? Мама. Что мама? Мама. Я понял. Что мама? Мама не знала. Чего мама не знала? Английский отменили, а мама не знала. Значит, ты сама пришла в парк, а маме ничего не сказала, да? Ты мне по-человечески можешь объяснить или нет? Ну так, прости меня. Прости. Прости, ладно? Пойдем. Добрый день, Софья Михайловна. Здрасьте. Ой, подождите. Настя, вы же работаете в полиции. В следственном комитете. Но я только стажируюсь. А это неважно. Вы не поможете мне? Постараюсь. А в чем дело? Дело в том, что у меня соседи пропали, а в районном отделении заявление не приняли. Вы не подскажете, к кому мне обратиться? А вы знаете, не надо никому обращаться. Я сама вам помогу. Вы только дайте мне вводные, имя, фамилию, адрес, ну и так далее. Хорошо. Пойдемте в институт. Предлагаю брать тачку. Вова, за поляной следи. Угу. Уф. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Татка! Ты моя хорошая! Решила проведать старика! Ну, конечно, соскучилась! А ты что это? Плакала, что ли? Наташа! Обидел кто-то! Ну, не хочешь, не говори! Мы лучше чай пить станем с душицей! Федь, поди нам чаю, завари, друг мой, и душицы добавить не заброша! А мы с Наткой пока ягодки к чаю соберем! Поможешь деду ягодки собирать? А чё плакала-то? Расскажешь? Угу! Ну, пойдем, пойдем! Наташка сейчас придет, я отправил ее умыться и переодеться! Ага! Она тебе что-нибудь рассказала? А то я ничего от нее добиться не могу! Смог бы, кабы не кипятился! Я не орал! С ребенком надо спокойно разговаривать, и иметь терпение, которого ты не имеешь! Рассказывай! Вот именно это я имел в виду, говоря о терпении! Да! Ни на какой английский Наташа давно уже не ходит! Как не ходит? Я ведь все уроки оплатил, Нина сама сказала за полгода вперед! Я просил не перебивать! Если будешь перебивать, я ни слова больше не скажу! Рассказывай! На занятия Наташа не ходит! Сегодня Нина отвезла ее в парк, купила мороженое, велела сидеть в кафе, пока она сходит по своим делам! Наташка просидела там три часа! Да чтоб тебя! Елки-палки! Официантка заметила, что ребенок один, забеспокоила, стала спрашивать, где родители, собралась звонить в полицию, Наташа испугалась полиции, из кафе ушла, матери не смогла дозвониться у Нины, отключен телефон, хотела уехать домой, но выяснилось, что она потеряла проездной! Какой проездной? Я же ей водителя оплачиваю! Я просил не перебиваться! Да нет, просто я на Нину злюсь! А ты на себя злись! Пустил все на самотек? Не интересуешься жизнью дочери! Извини, здесь ты не прав! Я с Наташей провожу каждый выходной! И что, кроме как деньгами в Наташкиной жизни не участвуешь? Слишком занят для этого! Она Наташку регулярно оставляет одну, учит, как тебе наврать! Чтобы ты не орала и не психовала из-за этого английского, на который Наташа якобы ходит! А ты в курсе, что у Нины появился друг, некто дядя Женя! И что у них вообще там много чего происходит! И что Нина, кажется, начала выпивать! И дядя Женя возил их с Наташей за город! И Нина с дядей Женей так увлеклись друг другом, что они заметили, что Наташка ушла в лес! Что заблудилась! Ее искали всем дачным поселкам! В смысле, как одна в лес? Да, да! В лес! Да как она могла? Да так и могла! И ты в этом неменьше виноват, чем Нина! Ёшки-наворщик! Эх! Такой хороший фонарь был! Его еще бабушка покупала! О, Наташка, ну-ка, давай садись! Я с работы пирог принес! Нужно твое мнение! Нужно твое мнение! Нужно твое мнение! Пробуй! Что скажешь? Вкуснота! Класс! Что будем в меню ставить? Да, мам? Алло, Наташа! Ты где? Все хорошо, я у папы! В смысле хорошо? Я тебе сказала, стой и жди меня! Почему ты у папы? Я не поняла вообще! Наташа! Алло! Алло! Нин, не надо решать вопросы с Наташей, лучше решай вопросы со мной! В смысле с тобой? И желательно не по телефону! Ах, не по телефону! Отлично! Сонечка! Уже закончили? Да, закончил Олег Валерьевич! О! Зоомагазин! Только не говорите, что вы завели кошку! Для молодой, ни замужней женщины это очень опасный путь! Почему? Сами не заметите, как кошек станет пять! И вы, и с хорошенькой барышней превратитесь в старую деву и синий чулок! А в вашем случае это было бы очень жаль! Такая девушка не должна очураться земных радостей! Лев Валерьянович, никаких кошек, это корм для свинки! Надо ли понимать, что вы увлеклись фермерством? Хотя, говорят, сейчас это модно! Это корм для морской свинки! Пришла сегодня от моих соседей Галактионовых, они куда-то пропали! Как вы сказали, фамилия соседей? Галактионовы! А вы что, с ними знакомы? Нет, нет, откуда? Сонечка, раз уж мы беседуем, с Татьяной, от которой вы работаете… Да, а что с ней? Вы когда планируете закончить? К концу месяца! Если вы дадите черновики, я смогу анонсировать вашу статью на заседание! Ой, Лев Валерьянович, это было бы замечательно! Спасибо огромное! Я скажу вам по секрету, сейчас решается вопрос, кто займет вакантную должность доцента на кафедре! Если ваша статья получит хорошие отзывы, это может сыграть свою роль! Да, кстати, Сонечка, в библиотеке сказали, вы взяли антологию Ричарда Морриса! Да, для статьи! Ай, как нехорошо! Мне нужно с ней свериться! Я могу позаимствовать ее у вас? На денек! Конечно, конечно! Я завтра принесу на кафедру! Дело в том, что это срочно! Мне нужно сегодня вечером! Она у вас дома? Она у меня дома! Прекрасно! Я вас подвезу, вы дадите мне книгу, и я завтра же вам ее верну! Идет? Ну, пойдемте! Спасибо! Прошу! Кобель! Кобель! Анечка, прошу! Спасибо! Пойдемте! Черт! А, минуточку! Спасибо! Альберт, это я! Привет! Надо с тобой встретиться! Говори! Нет, это не телефонный разговор! А что случилось? Ты говорила, у тебя полный порядок! Был, пока Менделеева все не испортила! Это кто? Одна наша молодая сотрудница! И чего? Да, обстоятельства изменились, Алик! Похоже, придется действовать радикально! Хорошо! Закончила? Почти что! Ну вот! Теперь бери в работу вот это! Слушаюсь, товарищ полковник! А я в управлении! Алло! Софья Михайловна? Да! Это Настя Пальникова! Да, это Настя, я слушаю! Мне удалось кое-что раз узнать о ваших Галактионовых! Вам удобно говорить? Сейчас, секундочку! Лев Валерьянович, вы что будете, чай, кофе? Если можно, кофе! Не знал, что вы в крокет играете! Очень изысканно! Да, я вас слушаю! В базе происшествий и несчастных случаев ваших соседей нет! Но я созвонилась с поликлиникой, где Саша Галактионов наблюдается! Так вот, он не явился на плановый прием! Врач уже несколько дней не может дозвониться к Галактионовым! А еще я выяснила, что у Галактионовых есть помощница! Точно! Алла! Как же я про нее забыла! Она у Саши что-то, ну, вроде нянечки! Конечно, надо было сразу с ней связаться! Я пыталась! Мне в соцзащите дали ее номер, но телефон выключен! Ясно! Чем дальше, тем непонятнее! Лев Валерьянович! Лев Валерьянович! Лев Валерьянович, кофе готов! А, Сонечка, я не услышал вас, простите! Вот вышел воздухом подышать! Ой, у вас чудесный вид! Спасибо! А это тот самый балкон, откуда пришла морская свинка? Тот самый! Ну да, ну да! Такое маленькое животное здесь легко пройдет! Кстати, и человек может легко перейти! На другой балкон! Ой, какой чудесный кофе! Можешь так не призвонить! Я Наташку только уложу! В смысле, уложил? Я же сказала, что приеду! Ты подождать не мог? Теперь будить придется! Не, не надо! Она у меня останется! А! Ну, отлично! Завтра сам привезешь! Ага! Я не намерена тут десять раз туда-сюда мотаться! Завтра я заеду за ее вещами! К тебе она уже не вернется! Ты что это придумал, Ваврецкий? Ты мне хочешь ребенку отобрать? Я сейчас полицию вызову! Стой, стой, стой! Наташа! Да тихо! Мама приехала! Не ори! Спит ребенок! Спит, спит! Ты не имеешь права! Не кричи! Скажу тебе дальше! Видеться ты с ней будешь только в моем присутствии! Да что же это такое! Я тебя еще и денег на содержание Наташки лишу! Да ты не смеешь! Ты хочешь ребенка с родной матерью разлучить? Я тебе не позволю! Закон на моей стороне! Закон на стороне ребенка, которого ты бросаешь в парке! Сделала ты это не в первый раз! Этому есть свидетели! Ты неправильно все понял! Конечно неправильно! Мне даже адвоката платить не нужно, чтобы добиться опекунства над своей дочерью! Но если нужно, я заплачу всем, чтобы решить этот вопрос! Поняла? Ты хочешь дочери психику сломать, да? Нет, Нинка! Психику сломаешь ей и ты! Своим враньем и своим аморальным поведением! Я хочу увидеться с ней! Она спит! Скотина! Как был со скотиной, так и остался! Ну, ничего-ничего! Я на тебе его право найду! Я тебя тоже очень рад был видеть! Милая, ну что ты? Нин, ну это невозможно! То есть, как он денег не даст? Ты же знаешь мою ситуацию! Если я не заплачу аренду, меня закроют! Пожалуйста, успокойся! Пожалуйста! Не переживай! Не переживай! Ты смеешься, что ли? Как не переживать? Женечка, я все возьму на себя! Я все сделаю! Мил! Нина, прекрати! Мне сейчас не до этого! Садись в машину! Поехали! С Галактионовыми обещала помочь моя студентка с коммерческих курсов! Слушай! Сегодня же Арсений заходил! Я надеюсь, он через дверь явился? Или опять через балкон лез? Через дверь! Ну и на том спасибо! Как вспомню его этот творческий визит! Все-таки он идиот! Да он просто молодой! Начитался всякие глупости о том, как женщины любят, чтобы забирались к ним на балкон, пели им серенады! Соня, ну кому в здравом уме придет в голову посреди ночи забираться на балкон чужой квартиры? Держи! А Арсений ничего! Залез! Это хорошо, что я его не пришиб молотком от крокета! Я ж думал грабитель! Ему казалось это романтично! Да ладно, мы все равно расстались! И прекрасно! Тебе нужен нормальный мужчина! А не вот это вот! Никто мне не нужен! Мне и так хорошо! Ну нельзя себя хранить на работе, Соня! Ой! Ой, кто бы говорил! Я другое дело! Да! И потом я от личной жизни не отказываюсь! Может даже когда-нибудь женюсь! Но сначала должен получить Мишленовскую звезду! О! А вот это уже зависит только от тебя! Спасибо, сестра! Здравствуйте! Здравствуйте! Соня, здравствуйте! Это Настя Пальникова! Я, кажется, нашла Галактионовых! Что с ними? Они в порядке? Боюсь, у меня плохие новости! Пару дней назад в пригороде обнаружено два тела, подходящих под описание! Документов при них не было, но я отправила коллегам фото ваших соседей! Похоже, это они! О, Господи! А вы уверены, что это Галактионовы? Я просто не могу поверить, что Борис Васильевич и Саша… Что их больше нет! Соня, вы сможете приехать на опознание? Да, да, конечно! Спасибо, Настя! Сонечка, что-то случилось? Нашли моих соседей, Лев Валерьянович! Ой, можно я уеду? Мне нужно на опознание! Я работы завтра проверю! Извините, пожалуйста, ладно? Конечно, конечно, поезжайте! Здрасте! Здравствуйте! Лёва, я соскучилась! Что случилось? Не сейчас! А что такое? Боишься, тебя скомпрометируют, так и так все в курсе! Я сказал, не сейчас! Что происходит? Я чего-то не знаю! Лёва, что такое? Ты весь белый! Ты нормально себя чувствуешь? Что-то случилось? Ничего, все в порядке! Голова закружилась! Сейчас пройдет! Угу! Да, это они! А как они умерли? Утонули! Тела прибило к берегу реки, рядом с дачным поселком! А ниже по течению нашли лодку! Судя по всему, пошли кататься на лодке и перевернулись! Несчастный случай! Нет! Этого не может быть! Это какая-то ошибка! Соня! Это шок! Опознание – серьезный стресс! Вы молодец еще, что в обморок не упали! Да нет, дело не в этом! Я была в морге, когда погибли родители! Простите, я не знала! Мне очень жаль! Не переживайте! Это было давно! Я сейчас не об этом! Галактионовы никак не могли утонуть! Они не поехали бы кататься ни на какой лодке, потому что Саша панически боялся воды! Он даже во время прогулки к озеру боялся подойти! Здесь что-то не так! Здесь что-то очень-очень не так! Вот совсем не так, Настя! Если честно, я тоже так думаю! Надеюсь, цифровая система «Безопасный город» действительно поможет сделать наш город более безопасным! Уверена, что так и будет! С вами была Инна Перцева и наш гость, полковник юстиции Игорь Александрович Румянцев! Стоп! Эфир окончен! Спасибо! Спасибо, Игорь! Не слишком я разболтался? Да нет, все отлично! Ты красавица, молодец! Ну что, кофе выпьем? Кофе, да в следующий раз! Работы много! Ну, как там моя Анастасия? Разрешите, Ваше Петербург? Дочь твоя в полном порядке! Толковая, сообразительная! Угу! Станет хорошим следователем! Ну, лучше бы она стала хорошим филологом! Но нет! Ей больше нравится на трупы смотреть и преступников ловить! Ну, не переживай! Я за ней присматриваю! И на выезды ее не пускаю! Сидит твоя девочка в кабинете! Работай с документами! Все под контролем! Спасибо! Да! Сейчас все обсудим! Спасибо, что зашел! Я очень рад тебя видеть! Да-да! Я тоже очень рад тебя видеть! Да! Все, пока! Мне надо идти! Пойдем! Анастасия! Я тебе три раза звонил! Мобильный у тебя не отвечает! На работе тебя нет! Где тебя черти носят? А что я твоей матери должен говорить? Простите, Игорь Александрович, мне надо было на опознание съездить! Куда? Ты с ума сошла? Какое опознание? Я им не обещал, что ты ни на какие трупы ездить не будешь! Вот, посмотрите сперва! Ну, что здесь? Ну? Два трупа в пригороде! Квалифицировали как несчастный случай! Только это никакой не несчастный случай! Вы прочтите! Вскрытие проведено формально, для галочки! Пробы не все взяты! Место обнаружения тел как следует не осмотрено, а протоколы и опросы свидетелей вообще все как под копирку! Я поговорила с местными полицейскими, которые дело вели! Я вам точно говорю, они просто не хотели отчетность портить! И закрыли дело по-быстрому! Ну? Видите, я права? Возможно! Не возможно, а совершенно точно! И если бы Софья Михайловна не стала соседей разыскивать, то вполне прокатила бы! Софья Михайловна, пройдите в мой кабинет! Да, вот здесь, пожалуйста, дату и подпись! Я могу вам чем-нибудь еще помочь? Нет, Софья Михайловна, спасибо! Дальше мы сами! Вам не хорошо? Может быть, воды? Нет, 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 все в порядке! Давление, наверное, просто низкое! Чашка кофе и я буду в полном порядке! Ну, смотрите! До свидания! Да, всего доброго! Ну что ж, за сообразительность хвалю! Вопросов к делу действительно много! Будем запрашивать материалы и доследовать! Завтра пошлю в поселок группу, пусть осмотрят все, опросят свидетелей! Ну вот! А вы ругались! Ты бы лучше спасибо сказал, что я тебе дисциплинарное взыскание не влепил за самодеятельность! Больше таких фортили не выкидывай! Поняла меня? Служу России, товарищ полковник! Да не ерничай! Я не шучу! А-а-а-а-а-а-а-а-а! А-а-а-а-а-а! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Подождите, так значит вы... Добавил субтитры DimaTorzok 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 Дурак 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 Дорак 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 Хорошо Вам спасибо, вас больше не задерживаем Хорошо Смерть наступила в результате утопления Пробы воды из легких совпадают С пробами воды из водоема, где их нашли То есть тела не перемещали? Почему же перемещали? Есть следы волочения, а токсикология показывает следы сильнодействующего препарата Скорее всего, в воду они попали уже в бессознательном состоянии Значит, все же убийство Мое мнение, да Кто-то накачал их снотворным, вывез за город и инсценировал несчастный случай Да Борис Галактионов работал в юридической фирме переводчиком С коллегами он практически не общался, врагов не имел, сбережений и накоплений тоже Но, есть полис страхования жизни на очень крупную сумму О как В случае его смерти, деньги перечисляются попечителем сына И кто попечитель? Представители компании «Ковчег» Это санаторий для людей с ментальными нарушениями А, то есть, где о его сыне смогли бы позаботиться Ну, что ж разумно Но сын мертв и получается, что деньги получат ближайшие родственники Каковых у нас? Сводная сестра Бориса Галактионова Живет в Вятке, других родственников нет Ей же перейдет квартира и другое имущество То есть, смерть Галактионов сделает ее очень состоятельной женщиной Вот вам и мотив Костя, свяжись с ней и опроси, и потом мне доложишь Сделаем Хорошо Если хочешь, могу устроить себе сегодня выходной Будем тебя после вчерашнего отпаивать кофе с кардамоном Смотреть старое кино Не надо, я в порядке Мне еще нужно учебный план составить А то Марьяна на меня уже волком смотрит Понятно Ладно Я тогда займусь новым менюмом Пока Лаврецкий не передумал А то опять про оливье заведет Ты его демонизируешь Мне казалось, он самодур Ретроград и чудовище А он нормальный человек Даже симпатичный Это он с тобой симпатичный Ты б его на кухне видела Я тебя видела на кухне И по-моему, вы друг друга стоите Это говорит моя собственная сестра Которая должна быть за меня горой Их! Это у Вильяму Сонь, сегодня вся твоя любовь достается Вильяму и Лаврецкому А как же родной брат? А родному брату пора на работу Да, Федор Соня В порядке, спасибо Передам непремену Тебе привет от Лаврецкого Угу Федор, а что у нас по новому меню? Слушай, давай мы по меню потом поговорим У меня ребенок болеет, я врача дождусь Потом приеду, пообщаемся Хорошо? Все, пока Давай, давай Угу Не хочу я никакого врача Ну, что значит, не хочешь врача? Дай Наташка, с такой температурой не шутят Дед Клади варенье, чай налей горячий Наташа, ты что, совсем плохая-то такая? Давай, ляг в кровать, полежи, а я скорую вызову Просто напиши записку, что не пойду на курсы английского Ну, как так? Мама всегда так делает Что это? Так сложно, что ли? Наташа Дочь Наташка Ну, что ты на меня так смотришь? Ты отец? Иди поговори с ней, разберись, в чем дело Хорошо Хорошо С помощницей Галактионовых поговорили? Пока не удалось связаться Ребята поехали на квартиру Галактионовых И я сейчас туда Вместе поедем, хочу своим глазом посмотреть Можно мне с вами? Игорь Александрович, ну пожалуйста В конце концов, это же я Галактионовых нашла Ну, что нашла, молодец, хвалю Дальше давай, каждый будет заниматься своим делом Ты у нас пока кто? Стажер Вот Игорь Александрович, как я могу чему-то научиться, если вы меня к реальной работе не допускаете? Какой смысл тогда в этой стажировке? Анастасия, в гроб ты меня вгонишь своим упрямством? Хорошо, займешься помощницей Галактионовых, этой, Богдановой Ее надо найти и опросить, поняла? А можно я тогда с вами сначала на квартиру, а потом займусь поисками Аллы Богдановой? Нельзя Хм Поехали Это Сонечка у нас со всеми общается, со мной вот, с Аплатионовыми А я в этой квартире ни разу не был, поэтому пропало что или нет, я вам сказать не могу Стас Михайлович, что скажете? Ничего необычного не замечаете? Нет, мне кажется, все на своих местах А это что у тебя там? Не знаю, рисунки какие-то Рисунки? Некоторые из них даже подписаны Тут таких альбомов много Это Сашины дневники Саша почти не говорил, но он очень хорошо рисовал и делал зарисовки почти каждый день Я так понимаю, он рисовал то, что видел Здесь, наверное, где-то и вы есть Так О, а это подписано, смотрите, Алла пришла из магазина Алла, это их помощница Да Да, интересно О, а вот это Владимир Петрович Наверное, так Саша представлял его на охоте Да, действительно, талантливо, один-два-дин изобразил Так, а это кто? А это… Надписью? Нет Не знаю, как будто кто-то очень-очень знакомый, но не понимаю, кто это Разину в свой тлетворный зев Виной хлеб обрызгал змей Тогда пошел я в грязный хлев И лег там спать среди свиней Саша писал стихи? Нет-нет, это Блейк Английский художник и поэт девятнадцатого века А рисунок – это вариация на тему одной из его гравюр И Саша интересовался его творчеством? Ну, вообще, насколько я знаю, Саша не интересовался искусством Ни живописью, ни поэзией Посмотри в домашней библиотеке Может, там книги или альбомы этого самого Блейка есть Вообще, я не понимаю, где Саша мог видеть гравиру Блейка Ну, может быть, в интернете Нет, Саша не пользовался интернетом и никакими другими гаджетами Людям с его диагнозом важна тактильность, предметный мир Иначе они теряют связь с реальностью Поэтому у Саши были бумажные книги, головоломки, пазлы, раскраски Мы часто играли с ним в шашки в лото Он меня всегда обыгрывал Да, вот так жили тихо, мирно Кому помешали? Ну, эти дневники мы заберем с собой в работу, хорошо? Угу Ну что, Татка успокоилась? Немного Этой Нине надо голову оторвать Это она из-за Нины так расстроилась? Из-за английского Она ж не занималась Просто абсолютно А у них там открытый урок, Татка переживает, что будет хуже всех Нервничает Поэтому устроила этот цирк с температурой Ясно Градусник об чашку грела, что ли? Наверное Ладно, пусть дома побудет, успокоится Да, а завтра что? Послезавтра У нее ж вообще все запущено На занятия ходить не хочет А с этим английским надо что-то делать Как-то подтягивать Заниматься Где педагога брать? А где, ты говоришь Сестра твоего шеф-повара работает? А это при чем? Ну, ну, думай В университете английский преподает Ну? А почему я об этом сразу не подумал? То есть надо позвонить? И что получается, ты молодец? Игорь Александрович, а можно я клетку заберу? Что простите? Ну, можно я клетку для Уильяма заберу? А то ему в ящике неудобно Ну, конечно, тут целый дворец Да, Борис Васильевич специально ему под заказ делал Так я заберу? Да, конечно, для нас она интереса не представляет А животному радость Я потом принесу, Сонечка Не волнуйся Александра Ильинична, а вы не знаете, куда Алла переехала? Нам очень нужно с ней связаться Адрес она не оставила Но мне кажется, у меня в блокнотике записан телефон ее родственников Они где-то в поселке живут, в области Я сейчас поищу Можно я сфотографирую? Да, конечно Вот Ирина Двоюродная сестра Аллочки Спасибо большое Не за что Можно я осмотрюсь? Да, конечно Только у меня здесь не прибрано Аллочка вот надумала съезжать, а у меня как раз мама заболела То в магазин, то опять к маме кручусь, как белка в колесе Ничего не успеваю ни прибраться, ни жильцов новых искать Да вы не переживайте, Александра Ильинична, все в порядке А скажите, журналы вот эти тоже Алла? Ее Все время их покупала Скажите, а к Алле часто гости приходили? Нет, никто не приходил Может быть, у нее есть друг, поклонник Ну что вы, какие поклонники? Аллочка, конечно, хорошая девушка, но совсем не красавица И не очень общительная На таких мужчины редко обращают внимание Ну, просто здесь розы, я подумала, может быть, ей подарил кто-то Так это, наверное, люди, у которых она работает Очень культурная семья, Аллочка исключительно хорошо о них отзывалась Ну что, какая информация по машине? Машина зарегистрирована на Галактионова Бориса Васильевича Мы как ориентировку получили, сразу сообщили вам Жильцы говорят, джип уже два дня здесь стоит Камера видеонаблюдения здесь есть? Есть у подъезда, еще одна на выезде со двора Машину Галактионовых бросили во дворах за хлебзаводом В камеры видеонаблюдения попало двое мужчин Один из них проходит по нашей базе Ну-ка Ануфриев Анатолий Викторович, семьдесят седьмого года рождения В машине нашли его отпечатки пальцев Привлекался по хулиганке Постоянное место регистрации – Сосновка Это тот дачный поселок, рядом с которым тела обнаружили Он самый Так, с машиной пусть эксперты поработают А сам бери ребят и быстро к этому Ануфриеву на адрес Сделаем Давай О Спасибо, Лев Валерьянович, все из рук валится Это из-за вчерашнего Вы ведь на опознании были Разумеется, это такой стресс Очень сочувствую вам, Сонечка А как это случилось? Автомобильная авария? Боюсь, это было убийство Что вы говорите? Какой кошмар А полиция? Они что-то делают? Проводится расследование, ищут преступника Да, они все делают Я поэтому и задержалась Они осматривали квартиру, попросили, чтобы я поприсутствовала Конечно, конечно Это ведь вы первые забили тревогу Я ведь у них бывала, понимаете Я играла с Сашей в лото Я пила с ним чай И вот Его убили, он был Такой хороший-хороший Безобидный-безобидный Их обоих убили Вот что, Сонечка Давайте-ка попрошу Светлану Сергеевну Заварить нам кофейку С бальзамом, а? Вам надо успокоиться Прийти в себя Я, Алле, уже несколько дней дозвониться не могу Муж говорит, не паникуй Может, деньги на телефоне закончились Или еще что А у меня сердце не на месте Завтра в город поеду, уже отгул взяла Ира, вы не переживайте, мы ее найдем Можно я фото на время возьму? Все, это ты ее прохиндей Будь он неладен Пока не появился, все у нас хорошо было А я сразу поняла, что прохиндей Был бы порядочным человеком Приехал бы, познакомился бы с родней У Аллы кто-то есть? Парень или жених? Я же говорю про хиндей Никакой не жених Алла, она же простая душа, всему верит Ее обмануть проще простого А вы можете мне про Аллу поподробнее рассказать? Да что тут рассказывать? Она со школы все замуж выйти мечтала Журналы эти свои читала про идеальные свидания Гороскопы всякие Кто кому подходит, кто нет Все принца ждала Я ей как-то ко дню рождения денег на новое пальто дала А она все деньги на мошенников спустила Ой, кур забыла покормить На каких мошенников? Ну, которые проводят эти марафоны желания Я ей говорю, Алла, ну что ты как ребенок? Разве можно не верить? А она довольная такая Нет, ты ничего не понимаешь Я марафон желаний прошла И любовь свою нашла И скоро замуж выхожу Но с женихом знакомить вас не стала Нет, надо было бы мне настоять Чувствовала, что что-то не то Но не верю я в такую любовь с первого взгляда Ну, почему с первого взгляда? Может она его давно знает? Может это Борис Галактионов Она же у него не первый год работает Ну, она со своим женихом познакомилась На улице Алла на работу шла, а он возле дома стоял Будто ее ждал А еще что-то про него рассказывала? Какие-то подробности? Что их судьба свела Что они друг другу предназначены Что у них все звезды совпали Вот говорит, ты не верила? А у нас все как в журналах пишут На каждом свидании цветы и конфеты А еще он ей стихи пишет А может быть она к нему и переехала? Она не говорила, где он живет, кем работает Нет, ничего такого не говорила Мать Светлана Сергеевна Лев Валерьяныч на кафедре? Да, Софья Михайловна разговаривает С кем? С Менделеевым Лев Валерьяныч и успокаивает Вот кофе попросили Альберт, я согласна А может Ален жених? Все, кто ее заманил? Почему вы так решили? Она как с ним познакомилась, очень переменилась На себя стало не похоже Ну вот к примеру, раньше Галактионов у нее был хороший человек Порядочный, радовалась, что к такому прекрасному человеку на работу устроилась А после знакомства с женихом? А после Борис Васильевич у нее стал вор, обманщик, человек без сердца И ребенок у него больной родился За грехи наказания За какие грехи? Вроде как Галактионов Что-то присвоил себе чужое, какую-то ценность И прятал это у себя дома И из-за этого кто-то пострадал Так, что за ценность и кто пострадал? Ну я как-то это не очень поняла Но У хорошего человека Жизнь разрушена Из-за Галактионова И еще какие-то подробности говорила? Ну, говорила, что можно все исправить И, ну, восстановить справедливость Каким образом? При помощи книги Вроде как этого, ну как же Узирена, не то Урезена Ну, вот это как-то так Так вот я и думаю Может она правда с сектой спуталась Коль! Ну, загони ты козу! Ну, она опять-то все розы у меня поест Ой, простите, у меня Коза в палисадник повадилась А у меня там розы Я же совсем забыла сказать Алла у меня черенки просила А я ей говорю Алл, ну розы в квартире не вырастут Им нужна дача, участок А она говорит, а мне может быть Для дачи и нужен Так может уже не хата, дача есть Здесь половина суммы Остальное однажды, когда все закончится Да Вот я купил тебе билеты Уедешь на пару недель А, Олег Прошу тебя успокойся Все будет как надо Пока Игорь Александрович, я все узнала Сестра Богдановой говорит, Алла считала, что Галактионов хранит у себя нечто ценное, принадлежащее другим людям Думаю, из-за этого его могли убить Так успокойся, присядь Присядь, Настя, я ни слова не понял Чья сестра, каким другим людям, кто что сказал Ты сиделку нашла? Пока нет, но я опросила ее двоюродную сестру, с которой Алла общалась И сестра говорит Нет, пожалуйста, представь мне отчет о вашей беседе в письменном виде Вот я все записала Игорь Александрович, я думаю все дело в этой вещи, которую Галактионов старший присвоил Настоящий владелец мог Нет, никаких ценностей при осмотре квартиры не обнаружено А все деньги Галактионов тратил на лечение сына и на страховые выплаты Ну, может быть сотрудники, которые проводили осмотр просто что-то упустили? Может они недостаточно внимательно осматривают? Анастасия, я в этой квартире полдня провел Уж поверь мне, ничего там не упустили Ну, Алла говорила сестре Настя, ты меня поражаешь Сиделка, которая верит в астрологические прогнозы и марафоны желаний Рассказывает кому-то о сокровище, которое якобы хранится в Галактионовых И ты принимаешь это за чистую монету Завтра продолжишь поиски Богдановой И постараешься опросить ее лично А не строить версии по принципу «одна баба сказала» Так, ну-ка Да, слушаю Добро Выезжаю, буду у вас через полчаса Ануфриева задержали, мне нужно с ним побеседовать Очень прошу, забудьте о мистических сокровищах и о форме протокола Договорились? Договорились Да, мам, все нормально Не волнуйся, пожалуйста Нет Папа по делам уехал А дедушка здесь Ты можешь с мамой поговорить? Тих Нина Да, слушаю Нет, это тебе лучше самой с Федором поговорить Хорошо, скажу, чтобы тебя набрал Хуже детей, ей-бог Ну, зато как развелись, почти не ругаются друг с другом Это верно Ты главное помни Развелись, не развелись А тебя они все равно любят Они друг с другом развелись, не с тобой Я знаю У нас у половины класса родители производились Теперь детей делят Мои еще ничего Соня Ой, Федор, вы как здесь? Простите, Софья Михайловна, я хотел обратиться к вам по делу Да, пожалуйста Вы не согласились бы позаниматься английским с моей дочкой? Я слышал, что вы преподаете А, я слышала, что у вас маленькая дочка Ну, как маленькая, ей уже один-то скоро будет, а умом там вообще все пятнадцать Да, я не сомневаюсь, дело в том, что я не занимаюсь детьми Там есть свои нюансы, но я могу посоветовать вам очень хорошего детского педагога Ну, может, вы все-таки попробуете Почему я? Я ждал этого вопроса Во-первых, я не хочу звать в свой дом постороннего человека А Потом, вы сестра моего сотрудника Денис говорил о вас только хорошее, исключительно в положительных тонах И потом, я знаю, что вы крайне трудолюбивая, добросовестная И к тому же, мне кажется, что вы найдете общий язык с моей Наташей Вот Денис был прав, когда говорил, что вы всегда пытаетесь настоять на своем Ну? Давайте сделаем так, я проведу пробный урок И если что-то не получится, как говорится, не в защите Хорошо Давайте попробуем договориться о времени Да, давайте Вы уже закончили работу, правильно? Да Давайте я отвезу вас к Наташе, как раз познакомимся Сейчас Ну, а чего тянуть? Ну, просто если да, то да, а если нет, то нет О, да-да, нет-нет, да Прекрасно Прекрасно Так Лёва, ты освободился? Я думал, ты уехала Мы хотели вместе провести вечер, ты забыл? Прости, ничего не получится Но почему? Жена заболела Мне нужно домой, я не могу ее оставить одну в таком состоянии Что-то серьезное? А? С женой Не знаю, да Гриб, ты поезжай, а мне еще нужно в аптеку заскочить, там ей целый список выписали Хорошо Тогда до завтра Да Да-да, до завтра Алло, дорогая, прости, забыл тебя предупредить Я сегодня дома поздно, меня не дожидайся, ложись У нас на кафедре «Аврал», не знаю, когда закончу До утра нужно отзыв на одну статью написать, а я ее еще даже не читал Не волнуйся, Лёва, я прекрасно провожу время Ко мне приехал Арсений, обыгрывает меня в покер Ну, тогда Арсению привет, пока Да, целую, пока Привет тебе от Лёвы Спасибо Ну что? Вскрываемся? А-а-а! Я так не играю больше, все! Да что это такое-то? Все, нет, хватит, хватит Давай лучше перевемся на чай, ну опять, ну что это такое, Арсений? С удовольствием Арсений, Арсений, что б я без тебя делала, а? Играли бы в покер со своей соседкой Да Моя соседка такая же старуха, как я Тоже мне веселье Тетя Вера Да? Побойтесь Бога Какая вы старуха Вы вечно юная Вы, вы прекрасная Вы сто очков этим молодым дадите Арсений, не смеши Скажи мне лучше, когда ты уже наконец женишься Да, такой прекрасный вечер В такой вечер надо ходить на свидания А ты сидишь тут со мной, чаи гоняешь Нет, ну мне конечно приятно, что ты не забываешь о старой тетке Но ты еще такой молодой Тебе надо веселиться Делать всякие глупости Встречаться с девушками, целоваться Молодость она проходит очень быстро, Арсений А ты мне скажи, где твоя девушка? Нет у меня девушки, тетя Вера Ну, то есть как это нет? А вот так вот нет Не сложилось Скажи, сможешь перевести вот этот абзац? Я не знаю Не знаешь? Ну и ничего страшного Скажи, ты и по этому учебнику начинала заниматься? Да А можешь сказать, сколько успели пройти? Я не помню Не помнишь? Ну ничего страшного, нам вообще эти учебники не понадобятся Вы не будете со мной заниматься? Почему ты так решила? Ну, вы сказали, что учебники нам не понадобятся Да просто в них нет необходимости А заниматься, я надеюсь, мы с тобой будем Тогда идемте в дом? Нет, в дом мы с тобой не пойдем Потому что, раз уж мы решили учиться говорить, как настоящие англичане писать и читать, как настоящие англичане Значит, мы должны вести себя, как настоящие англичане А настоящие англичане очень любят прогулки по свежему воздуху Особенно в такую погоду, как эта Также они любят подстригать живую изгородь у себя в саду и пить чай с королевой Викторией С королевой? Да Так называется самый известный английский бисквитный торт Кстати, у меня есть и рецепт Мне подарила его одна пожилая женщина, когда я училась в Кемпридже Если хочешь, могу с тобой им поделиться, но он на английском языке Тебе придется самой его перевести Если что-то не получится, я помогу Согласна? Угу Пойдем Попробуй перевести Так, сейчас попробую Вроде они с Таткой поладили Похоже Похоже Действительно очень красивая женщина Дед, ты что опять за свое? Просто сказал Пойдем, мне поможешь Сейчас Да не знаю я никакого Галактионова И тачку эту впервые вижу А во двор я зашел По нужде Это когда было-то? Я что помню что ли? Так надоело мне эту комедию ломать Материал у нас на него выше крыши На десять лет На десять лет Минимум потянет Давай забирай его Э, вы че, в какие десять лет? За что? Подожди, подожди За двойное убийство Галактионова Бориса Васильевича и Галактионова Александра Борисыча Да не знаю я никакого Борисыча Че вы такое говорите-то? Нет, эта машина принадлежала убитому Галактионову Отца и сына Галактионов убили в районе заброшенной лодочной станции Возле Сосновки, в километре от твоего дома А машину перегнали в город и бросили во дворе И в этой машине, Ануфриев, полным-полно твоих отпечатков Как ты думаешь, на сколько это потянет? Вот черт! Я действительно эту тачку впервые в жизни видел Мы с Вовкой ее взяли покататься, потом хотели на место вернуть Ну, смотри-ка Значит, видел все-таки машину, да? Ты будешь говорить или снова дурака включишь? Да все я вам расскажу! Давай! А Вова подтвердит, мы никого не убивали, потому что в тачке никого не было Какой Вова? Быков, Вова Быков, с поселка Вова Быков, с поселка Это мы сейчас выясним Мы закончили Ну, пойдем, пойдем книжечки отнесем Ну, что скажете? Очень способная девочка Я думаю, дело пойдет Ой, как хорошо, как приятно Вы скажите, кроме денег я что могу? Я учебники, пособия Нет, 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 ничего не нужно, я все сама привезу Хорошо Следующее занятие в среду Подскажите, пожалуйста, ваш адрес, я хотела бы вызвать такси Какое такси? Софья Михайловна, вы что, никакого такси, я вас отвезу Нет, не нужно, я сама доберусь Вы не отказывайте, Софья Михайловна, пожалуйста, я вас отвезу, а то меня Если дед узнает, что я вас не отвез, он мне морали будет неделю читать, пожалуйста Правда, это он с виду кажется таким мягким подателем, а он на самом деле тиран и деспот Вообще, это он велел мне вас домой отвезти Что значит, велел? Ты сам должен помнить об элементарных правилах приличия Ты Софью Михайловну привез, и значит, ты сам должен ее до дому доставить Софья Михайловна, прошу с нами чайку, а потом Федор вас отвезет Клянусь, не знаю я никакого Галактионова Узнал Так, все, выводите его Не убивали мы никого Мы во всем разберемся На выход Ну, мы все проверили Ануфриев и Быков в ночь убийства Галактионовых почти до утра отдыхали в местном кабаке Выпивали, потом их оттуда выперли Я думаю, что он говорит правду Нашли тачку, решили на ней погонять, потом испугались, что их ДПС остановит И бросили машину во дворах Ну да, похоже, так оно и было Протоколы, протоколы, черт бы вас взял Почему все люди как люди и только я с бумажками занимаюсь Все, мой рабочий день окончен Привет Ариш, нужна твоя помощь Говори Ты должна меня прикрыть Я скажу маме, что поехала к тебе А на самом деле? Неужели у тебя свидание? Крепость пала? Ты с ума сошла? Какое свидание? Это по работе Я должна найти сокровище и доказать, что я была права А Румянцев ошибся А что за сокровище? Потом расскажу Просто скажи, что мы занимаемся Ладно, договорились Пока Виктор Захаровичу невозможно отказать Ну, я вас предупреждал Софья Михайловна, а если у нас уже зашла речь о переводах Вы бы мне могли помочь с меню? А то ваш брат, он такого наворотил в русской кухне Что переводчика из агентства не знает с какого букв подобраться У нас ресторан, поскольку визитная карточка города Иностранцы приходят, нужен английский перевод Я поняла, я не против Здорово! Ну что, если Денис дома, может заедем вместе? Пообщаемся? А… Да, хорошо О господи! Тогда инфаркты можно довести Подождите! Ты что тут делаешь? Иначе в האלların Субтитры сделал DimaTorzok Не подходи! Не подходи! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Игорь Михайлович. Ясно. Ровенский руководит кафедрой, где работает моя сестра. Руководил. Это вы позвонили в полицию? Это я позвонила, Игорь Александрович. Ты? Здравствуйте. Как ты здесь вообще оказалась? Ночь, в опечатанной квартире, рядом с трупом. Ты вообще подумала, как я буду с твоей матерью объясняться? Это еще, слава богу, она со своей группой сюда не приехала. Потому что она могла. Ну, вот. Легка на помине. Да, Инна. Нет, не сплю, конечно. Ты, дорогая, все раньше нас узнаешь. А при чем тут твоя мать? Она тоже следователь? Хуже. Моя мать Инна Перцева. Кто это? Ты серьезно не знаешь, кто такая Инна Перцева? А должен. Мне кажется, все в городе знают мою маму. Это плохо? Да нет. Наоборот, это замечательно. Да, убийство. Больше пока ничего сказать не могу. Обещаю, завтра ты первая получишь самую полную детальную информацию. Так, а до тех пор, ничего, прошу, не озвучивай. Договорились? Ну, откуда я могу знать, где твоя дочь? Рабочий день у нее давным-давно закончился. Слушай, ну, дело молодое. Может, подружку свою встретила или, может, молодого человека своего. Так, все, давай, я не могу больше говорить. Давай, до завтра. Пока. Так, вы парадную осмотрели? Не успели еще. Я не понял. Одна нога здесь, другая там. Быстро все снизу доверху. Проверьте. Есть. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия. И все же, как ты здесь оказалась? Настя приходила ко мне. Ну? А видите ли, она часто бывает у нас в ресторане и ужасно мне понравилась. Ну, я там работаю шеф-поваром, вот и решил пригласить ее на ужин. Она согласилась. Ну, не сразу, конечно. Я несколько раз ее приглашал, она отказывалась. Но, в конце концов, я ее говорил. Соблазнил гурьевской кашей. А, эту кашу вы собирались с девушкой есть в чужой квартире, да, Денис Михайлович? Ну, разумеется, нет. И мы собирались поужинать у меня и… То есть в нашей квартире. Это напротив, через площадку. Да, я в курсе. Ну, вот. Только я собирался накрывать на стол, как из соседней квартиры, послышался шум. Я знаю, что квартира опечатана, знаю, что случилось с нашими соседями. Поэтому, конечно, я забеспокоился и решил выйти, посмотреть, что происходит. Настя пошла со мной. Ну, на самом деле, я первая вошла в квартиру. Я поднималась к Денису и услышала шум. Ну, вот что. Вы сейчас оба сядете и напишите мне очень подробно обо всем, что здесь произошло. Вперед. Ну, что, нашли что-нибудь? Если вас интересует орудие убийства, то нет. Очевидно, преступник унес его с собой. Есть отпечатки. Они разные, их много. Некоторые принадлежат покойному, чьи остальные будем разбираться. Спасибо, что прикрыл. Да не за что. Ты, правда, видел меня в ресторане? Да. Ты всегда заказываешь курник, а я его готовлю. Неужели еще что-то случилось? А если что-то с Денисом? Ну, если бы что-то произошло, вам бы обязательно сообщили. Денис, ты в порядке? Я в порядке. А что случилось? Почему ты здесь? С вашим братом все хорошо, Софья Михайловна? Ой, я что-то так испугалась. Я же говорил, что не о чем беспокоиться. Да не совсем. Что случилось? Произошло убийство, Софья Михайловна. Да? А кого убили? Твоего завкафедрой. Лева Валерьяновича? Как? Где? Господин Ровенский пришел в эту квартиру и здесь же был убит. А зачем он пришел в эту квартиру? Он не знал Галактионовых. А вот как раз это мы и постараемся выяснить, Софья Михайловна. Я думаю, вам тоже придется дать свои показания. Да, да, конечно. Вот, на лестнице нашли, этажом выше. Возможно, принадлежит убийце. Вам знакома эта вещь? Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Да, точно такой платок есть у моей коллеги, Марьяны Колосовской. Она привезла его с конференции около года назад. А вы можете поподробнее рассказать нам про эту Колосовскую? Сколько лет, как выглядит? Да, конечно. Она такая эффектная, худая, высокая брюнетка. Ей чуть за сорок. А вот это уже интересно. Одна дама на улице гуляла с собакой. И видела, как высокая брюнетка выбежала из подъезда, чуть не сбила ее с ног. Так, вы уже закончили. Да. Вы тоже. Давайте сюда. Ручку можете оставить. Ты поезжай в управление, а я к вдове Ровенского. Да, кто там с Колосовской? Удалось ее разыскать? Дома ее нет. Я туда ребят отправил. Телефон недоступен. Надо ее найти как можно скорее. Вы думаете, это она могла профессора убить? Могла, не могла. Это пусть эксперты разбираются. Но в любом случае, она может быть свидетелем, ее надо найти. Понял. Ну все, здесь закругляемся, а? Ну все, здесь закругляемся, а? Да, очень у вас уютно. Хорошо. А это ваши родители, да? Да. А наверху бабушка с дедушкой. А вот здесь, на фотографии, я и Денис. Ну, вас я узнал. Да. У вас так много книг. Все ваши? Нет, не все. Какие-то принадлежат еще прадедушке. Это пьеса? Угу. Я говорила, что очень люблю театр. Кстати, это очень известный современный автор. Это моя книга. Дадите почитать? Да, пожалуйста. Вечеру всех наперекосяк. Давайте хоть поужинаем. Соня, поможешь? Угу. Я помогу. На самом деле, ужасно хочется есть. Это, наверное, нервное. Что его делал в этом доме? Как он там оказался? Ну, он же звонил мне, сказал, что задержится на кафедре. Ну, я понимаю еще, если бы он поехал к Марианне, но она живет на другом конце города. Вы сказали, Марианна? Марианна Колоссовская. Левина сотрудница. У них роман. Ну, что вы на меня так смотрите? Да, Лева не святой. Он человек очень увлекающийся. Ну, это, наверное, свойственно всем мужчинам, не так ли? Я научилась относиться к его интрижкам философски. В каком-то смысле это даже помогает семейной жизни. Вероника Юрин, скажите, вы никогда не слышали, чтобы ваш муж говорил о ценностях, которые хранятся в квартире Галактионовых? Я ничего не знаю про этих людей и не знаю ни про какие ценности. Все ценности, которые есть в нашем доме, хранятся вот здесь, вот в сейфе. Это очень вкусно. Можно мне еще мясо? Да, конечно. Ничего получилось. Но с парной лосятина никакого сравнения, конечно. Это парная лосятина. Владимир Петрович привез с охоты. Не знаю, откуда он ее привез, но мясо явно мороженое. Не может быть. Я в состоянии отличить парную лосятину от мяса, которое побывало в морозильной камере. Кто у нас, Владимир Петрович? Сосед. Он у нас охотник. Нет. Владимир Петрович у вас не охотник. Он у вас браконьер. Почему? Потому что сезон охоты на лося еще не открыт. Ему бы никто не дал лицензию на отстрел. Слушайте, ну какая разница? То же заладили, сезон не сезон, парной или нет. Главное, вкусно. Денис, ты просто мой герой. Спас меня, а теперь еще и накормил. Да, Денис, кудесник. И все-таки, Настя, что вас заставило прийти в ту квартиру? Хотела найти сокровище. Ай, знать бы хотя бы приблизительно, что это может быть. Настя, вы не помните, что сестра Аллы говорила про это сокровище? Ну, так она ничего не говорила. Твердила только, что Алла в секту попала. При чем тут секта? Ну, потому что Алла рассказывала о какой-то магической книге. И сестра боялась, что Алла попала в секту Уризена или Узрина. Уризена? Ну, книга Уризена никакого отношения к секте не имеет. Это раннее произведение Уильяма Блейка о личной жизни, об общении с духами. Угу. Это того Блейка, который у Саши Глоктеонова в дневниках? А объясните, о чем речь? Да, я тоже прошу прощения. Объясните, кто такой Уильям Блейк? Уильям Блейк – это известный английский художник, поэт, мистик. Между прочим, современники считали его колдуном. Если бы он родился во времена Инквизиции, его сожгли бы на костре. Но я не могу понять, какая связь между Сокровищем, Галактионовым, Блейком и всеми этими убийствами. Есть связь с Ровенским. Он же занимался английской литературой. Но он не занимался Блейком. Блейком у нас занимался Свешников. А после академика Свешникова никто эту тему не продолжал. Поступила информация, что вам в больницу на скорой доставили Марьяну Колосовскую. Мне необходимо ее опросить. Вся информация по ДТП есть у ваших коллег из дорожной инспекции. Я не занимаюсь ДТП. Речь идет о расследовании убийства. Так что будьте добры, проводите меня Колосовской. Колосовская попала в серьезную аварию. Она в реанимации, вы понимаете? Поэтому ни с вами, ни с кем-либо еще говорить она не сможет. Когда сможет? Непонятно вообще, выживет она или нет. Будем ждать. Я пришлю сотрудника. Он будет дежурить в палате. А вас попрошу держать меня в курсе ее состояния. Как только она сможет говорить, немедленно сообщите. Договорились? Единственный человек, который мог бы хоть что-то прояснить, это Алла. Я надеюсь, что она все-таки переехала к жениху и отыщется. Соня, а ты про жениха не в курсе? Ну, может Алла что-то рассказывала? Или он ее встречал после работы? Думаю, особо с ней не общались. Так, здрасте, до свидания. Я даже не знала, что у Аллы есть мужчина, тем более жених. Ну, судя по всему, есть. С розами, конфетами, шампанским. Полный набор пошлостей, которые тиражируют женские журналы. Я с утра ездил на кафедру, поговорил с сотрудниками. У Марьяны Колосовской и Ровенского действительно был роман. Но доказательств причастности Колосовской к убийствам нет. Так же, как доказательств ее непричастности. А что с сестрой Галктионова? Ну, поезд прибудет через час, наши ребята ее встретят и сразу привезут к нам. Добро. Но боюсь, что она тут ни при чем. Мы проверили ее контакты и местоположение на момент убийства Галактионовых. Все чисто. Из Вятки за последние полгода она никуда не выезжала. Мать про твои приключения знает? Нет. Надеюсь, что шеф ей тоже ничего не расскажет. Мы больше ничего не заказывали. А, это комплимент от шеф-повара. Нет. Передайте же повару от нас большое спасибо. Конечно. Хорошего дня вам. Выкладывай подробности Бальникова. Так я все рассказала. Нет. Не все. Про шефа рассказывай. Про Румянцева? Нет. Который тебя комплиментами угощает. Да я про него тоже все рассказала. Нет. Не все. Ты не сказала, что ты влюбилась. Ты ведь влюбилась, верно? Возможно. Святые угодники. Неужели я дожила до этого времени? И? И что ты намерена делать? Что? Искать Аллу Богданову. Это сейчас самое важное. Допустим, Алла действительно решила снять дачу. Ну и что с того? У нее в квартире было объявление с телефоном риэлтора. Сейчас. Вот. Воронцова Любовь Сергеевна. Риэлтор. Аренда загородной недвижимости по низким ценам. Ну давай, звони. Сейчас. Алло, Любовь Сергеевна. Добрый день. Меня зовут Настя. Я подруга Аллы Богдановой. Да. Вы помогали ей дачу снять. Алла вас очень рекомендовала. Меня просто тоже дача интересует. Направление, вы знаете, Алла очень хвалила то место, где через вас домик сняла. Может там еще что-то сдается? Забыла название поселка. Да. Да. Сосновка. А, да. Давайте встретимся. Через полчаса могу быть у вас. Ужасная история. Просто поверить не могу. Пришла с утра на работу, тут такие трагические события. Лев Валерьяныч погиб. Марианна в больнице. Полиция всех опрашивает. Я подозреваю, что они в этой машине были вместе. В какой машине? Ну, машине Марианны. Вы ничего не знаете про аварию? Нет. Говорят, машина абсолютно разбита. Ага. Я всегда считала, что этот этот роман добром не кончится. Сонечка, как вы считаете, букет не очень скромный? По-моему, нет. Угу. Осталось найти хорошую фотографию Льва Валерьяныча. Я хотела взять фото с заседания, но он здесь с ректором. Не дай бог сложится впечатление, что мы с ректором заодно предлагаем попрощаться. Господи. Не-не-не. Я думаю, надо кого-нибудь послать к Ровенским домой за фото. Заодно организационные вопросы решить. Похороны берет на себя университет, а детали необходимо согласовать с Вероникой Юрьевной. Как думаете? Да, я к ней съезжу. Спасибо. Я очень люблю этот снимок. Это в Ялте. Такой у нас тогда замечательный отпуск с Левой получился. Но вам, наверное, нужно что-то более официальное. Но, может быть, вот эту? Да, можно и эту. Она тоже очень хорошая. Вы знаете, вы выберите, пожалуйста, сами вот в этом альбоме то, что считаете подходящим. Хорошо, Вероника Юрьевна. Ух ты! А что, Лев Валерьянович был знаком с академиком Свешниковым? А как же? Лева у него учился. И потом они всю жизнь поддерживали отношения. А вот это кто на снимке слева? Это? Это Боря. Боря? Это Борис Васильевич Галактионов. Конечно, как же я его сразу не узнала. Он был моим соседом. Угу. То есть, получается, Лев Валерьянович знал Бориса Васильевича? Ну, разумеется. Правда, это было очень давно, еще во времена учебы. Я даже его фамилии не знала. Знала только имя и студенческое прозвище. Лева называл его Борько-академик. Почему? Ну, Борис был очень способным. Свешников прочил ему блестящую карьеру. Хотел, чтобы Борис продолжил его тему. Исследование творчества Блейка? Да. То есть, получается, Борис Васильевич учился у академика Свешникова? Ну, да. Вместе с Левой. Правда, он потом бросил учебу из-за семейных проблем, что-то с ребенком. Да, у них родился больной мальчик. Возможно. Садитесь, пожалуйста. Вот чай вам. Спасибо. Лева мне что-то рассказывал про это, но в детали не вдавался. Свешников очень тяжело переживал уход Бориса. Он расценил это как личное оскорбление. Скажите, а в течение всего этого времени Лев Валерьянович поддерживал отношения с Борисом Васильевичем? Про Бориса за тридцать лет я слышала всего один раз. Это было сразу после смерти академика Свешникова. Лева тогда занимался похоронами. Так получилось, что в последние годы Лева стал для Свешникова самым близким человеком. А последние годы Свешников провел в санатории. Лева его туда устроил. А… А когда тот умер, у Левы случился нервный срыв. Привет. Привет. Только не говори, что ты шел мимо и случайно здесь оказался. Не скажу, потому что я оказался здесь совершенно не случайно. Пожалуйста, перестань меня преследовать. Нет. Я шел к Ровенским и не ожидал тебя тут встретить. К Ровенским? А ты что их знаешь? Вероника – моя троюродная тетка, и я приехал ее поддержать. А, прости, я не знала. Да, правильно. Ее лучше сейчас не оставлять одного. Ну, пока. Пока. А, прости. Угу. Эй! Есть кто дома? Угу. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Игорь Александрович, это Пальникова. Я нашла Аллу, помощник у Галактионовых. Значит, материал про нашего академика собираете? Да, для юбилейной онтологии. Свешников, гордость университета, стоял, так сказать, около самых истоков. Вот и хотелось бы узнать, как он провел последние годы своей жизни. Да, примерно так и провел. Сон, обед, процедуры, лекарства, прогулки. Здесь у всех все одинаково. Но я знаю, он работал до последнего дня. Шутите? У наших пациентов главная работа — это поесть самостоятельно и ложку в руках удержать. У Свешникова была болезнь Альцгеймера, в тяжелой форме. Какая работа? Я и не знала, что он был болен. Так, а откуда бы? Его жизнью особо никто не интересовался, хоть и на светило, как вы говорите. Это ведь пока молодой ты светило. А под конец, просто никому не нужный старик. Ну, погодите, его же кто-то навещал? Бывшие коллеги по университету, ученики. Раз в месяц Лев Валерьянович приезжал. Что, и больше никто не приходил? Был один. Приезжал месяца за два до того, как Свешников умер. У старика тогда просветление случилось. Даже одеваться начал самостоятельно. И он попросил доктора связаться с бывшим учеником. А имя ученика не помните? Борис, фамилию не помню, но вы можете посмотреть в журнале посещений. Свешников тогда с ним почти два часа проговорил. Вот, даже ужин пропустил. Пришлось ему потом отдельно разогревать. Вы как, в порядке? Спасибо, все хорошо. Давайте постоим. Хорошо, постоим. Интересно, а о чем они говорили так долго? Не знаю. Моя задача проследить, чтобы пациенты были сыты, вымыты. И обихожено. Но этому пустителю Свешников отдал свой сундук с сокровищами. Сундук? У него шкатулка такая была, обтянутая красным бархатом. Мы между собой ее сундуком называли. Потому что Свешников встрег ее, как пират с сундук с сокровищами. Всегда при себе держал, под матрас спрятал. Проверял, наместили. Иногда не помнил, как его зовут и какой год на дворе. Но сокровище свое проверять не забывал. И завел потом всех. Забыл, что отдал. Шкатулку-то. Все я искал. Так а что было в шкатулке? Никто не знает. Он при нас ее никогда не открывал. Но что б там ни было, посетитель его, Борис этот, когда уходил, нес эту шкатулку подмышкой. Вот такая история. Ну, а потом просветление у Свешникова уже не случалось. А месяца через два он умер. А похоронами занимался Олег Валерьянович? Да, он. И устроил ужасный скандал, когда среди вещей не обнаружил этой шкатулки. И узнал, что ее увез другой посетитель. И больше к Свешникову никто не приходил? Пару раз с Ольвом Валерьяновичем была женщина. Такая эффектная, высокая брюнетка. Ее не Марьяна звали? Да, точно. Марьяна. Хотя, погодите, я вам соврал. Это она в первый раз приехала с Ольвом Валерьяновичем. А уже потом, незадолго до смерти Свешникова, была одна. Как раз после того, как он свою коробку отдал. Ну, как ты? Нормально. Как она умерла? Скорее всего, суицид. Там ампулы из-под снотворного. Ну, приняла снотворное. Запила с шампанским. Знаешь, уйти красиво все дела. Бокал сейчас возьмут на экспертизу. Но наверняка там обнаружат следы препарата. Препарат, кстати, тот же, что в крови у Галактионовых. Поэтому я не удивлюсь, если это она их порешила. А потом с собой покончил. Зачем? Да кто же его знает? И что, она шампанское в одиночестве пила? В одиночку скорее водку пьет. Всякое бывает. Нет. Здесь у нас полный джентльменский набор. В смысле? Шампанское, конфеты, цветы. Стандартный набор для свидания. Думаю, она была с кавалером. Не сходится. Бокал-то один. Нет, здесь что-то не так. Так. Кавалер был. Пил шампанское вместе с Аллой. Вымыл свой бокал и поставил на место, чтобы мы подумали, что это суицид. Смотри. Те два бокала все в пыли. Их давно никто не трогал. А третий аж блестит. Молодец, Пальникова. Глаз алмаз. Так что это никакой не суицид. Ее убили. Этот ее жених, которого никто не видел. Он просто использовал ее, чтобы подобраться к Галактионовым. А потом просто избавился от нее. Какая мразь. Я бы его убила собственными руками. Здравствуйте. Вы кто, женщина? Соседка. Я Али кустовую розу принесла. Она просила. Смотрю, у дома полиция. Случилось что? Что-то с Аллой? Боюсь, что да. Пойдемте. Поверить не могу. Как же так? Она такой счастливой выглядела. Вот цветы собиралась растить. А вы с Аллой хорошо были знакомы? Да нет. Она ведь недавно переехала. Так пару раз здоровались. Потом она насчет черенков зашла. У меня розы. Есть хорошие сорта. Я ее пригласила кусты посмотреть. Поболтали немножко. Я так поняла, что раз она сажать что-то собралась, значит, надолго к нам. Думаю, хорошо. А то жалко, что дом пустой стоял. А о чем говорили? Да так, ничего особенного. Она рассказала, что собирается замуж. Что жених ее тоже цветы любит. Говорит, что Алла сама похожа на прекрасную розу в прекрасном саду. Вот прямо так и сказала. Мне это показалось немного странным. Почему? Если честно, она совсем не была похожа на розу. А жениха вы ее видели? Нет, никогда. Алла сказала, что он пока еще в городе. 1982 год. Советский профессор наносит визит леди Сэвиджи в ее родовом поместье. Ведущий русский эксперт по творчеству Уильяма Блейка встретился с леди Сэвиджи в ее родовом поместье, где часто останавливался Блейк. Сэвидж. А-а-а. Сэвидж. А-а-а. Поместье Сэвидж Хаус. Владелец лорд Сэвидж. Меценат и личный друг Уильяма Блейка. Бог ты мой, да вот в чем дело. Извините, пожалуйста. Извините, пожалуйста. Извините. Ой. Что у тебя там? Современные пьесы. Остро-модная штука. Все-таки решил к театру приобщиться. Да нет, не получается у меня ничего. Ничего не понимаю. Здесь один прах, тлен, боль. Не выходит из меня утонченного интеллектуала. Может, и не надо. Их вокруг вон сколько. И все такие утонченные дунь улетят. Надо кому-то и на грешной земле жить, знаешь ли. А то откроешь вместо ресторана лавку с эзотерической литературой. Кто интеллектуалов кормить будет? Эх, кормить нельзя. Они утонченными перестают быть. Я к тому, что если б Соня хотела найти мужчину для бесед о театре, уж поверь, нашла бы. Я ж ни о чем говорить буду. У нас какие темы есть? Про разгромовку горячих блюд? Про вустерский соус? Можешь Островского почитать. Там сплошь купцы и меценаты, и никакого модернизма. А вообще ты такой, какой есть, Федор. Со своими достоинствами, своими недостатками. Соня это либо оценит, либо нет. Имей смелость быть собой. Делай, что можешь, и будь, что будет, так что ли? Решай сам. Мне без тебя дел хватает. Вот лучше подумай, где стекло для фонаря раздобыть. Прежнее-то грохнули. Тебе зачем стекло? Давай я тебе новый куплю. А зачем они новые? Мне этот нравится. А твои новые неудобные все. И ломаются через месяц. Соня, здравствуйте. Это Лаврецкий вас беспокоит. Как хорошо, что вы позвонили. Я, в общем, звоню без всякого повода. Просто хотел с вами поговорить, услышать ваш голос. Извините, я нахожусь в библиотеке. Здесь нельзя громко разговаривать. Вы меня слышите? Мне удалось выяснить кое-что очень важное. Что важно? Вы нашли сокровище? Пока нет. Но мне кажется, я знаю, что мы ищем. И это вовсе не мифическое золото пиратов. Это абсолютно реальная и очень ценная вещь. Ага. Извините, насколько ценная? Я имею в виду в денежном эквиваленте. Ну, если в денежном, то это может стоить несколько миллионов долларов. Я также выяснила, кто еще может обладать этой информацией. Ее нужно срочно сообщить в полицию. Ну, хорошо. Давайте я подъеду к вам, и мы вместе пойдем в полицию. Хорошо. Все, я через полчаса у вас. Буду ждать у библиотеки. Договорились. До встречи. Привет. Привет. Ой, а что это было? Похоже, в тебя стреляли. Да. Стреляли из машины. Выстрел был один. Пуля попала в стену. С машиной что? Свидетели видели черный тонированный внедорожник. По камерам отследили его до проспекта. Дальше глухо. Лица водителя не видно. Номера фальшивые. Марка машины популярная. Вот список тех, которые зарегистрированы в городе. Ну-ка. Но машину пригнать можно было откуда угодно. Ну, на всякий случай, проверь всех по этому списку. Проверяем. Но шанс того, что найдем, невелик. Похоже, работал профессионал. Ну, работал бы профессионал, мы бы сейчас в морге беседовали. А Меделеева, слава богу, жива. Баллистики заключение дали? Да. Вот. Из этого же оружия за последние два года в области было убито четыре человека. Кажется, что наш стрелок — это киллер. По кличке Хантер. Поеду-ка я с Софьей Михайловной побеседую. Дело в том, что на Соню, то есть на Софью Михайловну, уже совершалось покушение. Это было три дня назад. Кто-то толкнул ее под колеса моего автомобиля. И то, что Софья Михайловна осталась жива, это счастливая случайность. Есть предположение, кто и почему мог бы желать вашей смерти? Да. Мне кажется, что все дело в книге Блейка. Точнее, в ее первой версии книги Уризена, с иллюстрациями, которые были расписаны вручную, мы собирались приехать к вам и рассказать об этом. Дело в том, что эта книга принадлежала английским аристократам, с которыми дружил Блейк. И сорок лет назад их прямой потомок Леди Сэвич передала эту книгу Цвешникову. А он, в свою очередь, перед смертью отдал ее Галактионову. Сейчас эта книга стоит несколько миллионов долларов. Так? Из-за нее убили Галактионовых. И Льва Валерьяновича, и Аллу. Почти всех, кто знал про эту книгу. Что значит «почти»? Еще кто-то в курсе? Я думаю, что знала Марианна. Она же общалась со Свешниковым. Ну вот что, Софья Михайловна. Думаю, на некоторое время вам придется взять отпуск. Нет, я не могу. У нас экзамены. Нет, нет. Не появляться на работе. Вообще постараться из дома не выходить. Возле вашей квартиры будет дежурить наш сотрудник. Если захотите отлучиться, он будет вас сопровождать. Лучше всего, конечно, было бы на время уехать из города. Да ну куда же я уеду? Более безопасное место. Ну, вообще Софья Михайловна могла бы пожить у меня в доме. Поселок у нас охраняемый. Есть видеонаблюдение. Дом под сигнализацией. Так что, если что, я подключу свой ЧОП. Если что, Денис может вас навещать. И вашему сотруднику тоже найдется место. Ну что, по-моему, хорошая идея. Я не возражаю. Соглашайтесь. Угу. Да, папа, все нормально. Я поняла, что Соня будет жить в гостевой комнате. Я не против. Даже хорошо. Сможем устроить настоящее английское чаепитие. Угу. Давай, пока. Что там? Когда они приедут? Папа сказал, через полчаса. Добро. А что за чаепитие? Безумное чаепитие с королевой Викторией гостями. Ты приглашен. А как думаешь, папа разрешит пригласить всех, кого я захочу? Само собой. Это же твой дом, твое чаепитие. А кого позвать хочешь? Я думала, маму. Хотя… Но мама, наверное, без своего дяди Жени не захочет. Так что, наверное, нет. Мудрые не по годам. 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 И ты просто еще работай fight. Субтитры подогнал «Симон» Я могла бы сама спокойно съездить за вещами Да нет, не нужно тебе никуда ехать Сейчас Денис приедет, все привезет Соня, вы как? Я только узнала Все хорошо, все в порядке, спасибо Федору Все в порядке, все хорошо, присаживайтесь Перекусите, может быть, чай, кофе Кофе Кофе, хорошо, кофе Один? Да, один кофе Хорошо, Федор Алексеевич А вот и Денис Привет Привет Здесь все, что ты просила принести Спасибо большое Я еще попросил вам пирожков испечь Мои любимые Пожалуйста Угощайтесь Присоединяйся, тут на всех хватит Очень рад тебя видеть Я тоже Игорь Александрович, угощайтесь О, нет, нет, благодарю вас Зря отказываетесь Очень вкусно Это из пекарни, да? Нет Это Сонин брат печет для ресторана Слушай, а может, его к нам водил в качестве сына полка? А то я на эти столовские котлеты уже смотреть не могу Так, отвлекись от еды, сын полка Займемся делом Так, предположим, все крутится вокруг книги Блейка Книга принадлежала академику Свешникову Перед смертью он отдал ее Борису Галактионову Галактионову убиты Их домработница Богданова тоже Ровенский убит Остается Мариана Колоссовская Которая могла узнать о книге От академика Или от Ровенского Богданова о книге, вероятнее всего Рассказал ее жених Про которого мы ничего не знаем Нам даже приблизительно неизвестно Кто он, где он И откуда он знает про книгу Ну, кое-что знаем Например, то, что он абсолютно точно мужчина Да, верно И, скорее всего Именно он убил Богданову И Галактионовых Препарат-то тот же самый Предположим Тогда выходит Что убийца по трем эпизодам Этот самый условный Жених И Марианну Колоссовскую Можно исключить Если только они Не были в сговоре По Колоссовской Что у нас есть? Есть список ее вещей Из интересного это авиабилеты Так И банковская квитанция За несколько часов до аварии Колоссовская сняла крупную сумму Наличными Вот как И передала вот этому мужику Ну-ка, ну-ка, ну-ка В нашей базе его нет Но я думаю, что это посредник Ханкер Колоссовская Снимает деньги Для оплаты услуг Киллера Передает посреднику А сама намеревается На время уехать Чтобы обеспечить себе Алиби Ну-ка, одну из версий Можно принять Еще соображение? Это может быть Жених Богдановой Если они были В сговоре с Марианной Тоже принимается Теоретически Посредник и жених Могут быть Одним и тем же человеком В любом случае Нам надо его найти Нам сообщили, что Колоссовская пришла в сознание Вы извините Я очень тороплюсь У меня операция Я понимаю Но мне необходимо Задать ей несколько вопросов Я не уверен Что она готова Отвечать на ваши вопросы Поймите У нее тяжелая Черепно-мозговая травма Возможно Частичное выпадение памяти Я понимаю Но мне необходимо Идем и с ней поговорить Ладно Можете попробовать Третий этаж хирургии Но я ничего не обещаю Приветствую Мне на третий Спасибо Спасибо А ну-ка стоять А что такое? Предъявите ваши документы Документов у меня нет А что собственно случилось? Смотри Чтобы удар получился Наиболее точным Рукоятку надо взять Ближе к середине Давай Вот так Пробуй Ух ты Я попала Дед, гляди Я прошла самые сложные ворота Браво Как точно Молодец, Татка Папа Пап У нас королевский крокет Соня меня научила играть Я прошла самые-пресамые сложные ворота В смысле Самые-пресамые? Самые-пресамые У Наташи большие успехи в спорте и в английском Ну ты молодец Папа, иди с нами играть Ой, я не умею Ну это просто Я тебе все покажу Я понимаю, что просто Но у меня здесь смеют подсчитывать Это скучно А вы играйте, играйте И вот так всегда Соня Ты можешь как-то на него повлиять? Я Татка Что я тебе говорил? Хочешь решать проблему Решай сама Соня, наши гости Не надо ее втягивать В свои подковерные игры Я поняла Пап Папа Я пластический хирург Здесь в больнице я занимаюсь в основном Ожоговыми больными и пациентами, пострадавшими в ДТП Еще я веду прием в частной клинике Марьяна одна из моих постоянных клиенток Пятнадцать лет назад я делал ей круговую потяжку лица С тех пор она обращается ко мне время от времени с той или иной проблемой И с какими проблемами она обратилась на этот раз? Ну, по сути, все они сводятся к тому, чтобы выглядеть тридцатилетней У меня очень узкая специализация Если нужна пластика груди Или, скажем, живота Я отправляю пациенток к своим коллегам Ну, и Марьяна решилась на эту операцию И я договорился с одним товарищем И деньги, которые она вам передала Предназначались для оплаты операции Совершенно верно После таких вмешательств Требуется несколько недель реабилитации На это время я посоветовал ей уехать в санаторий Вот, собственно, и все Альберт Рафаилович, скажите Вы слышали когда-нибудь от Марьяны о книге Уризена? Нет А имя Софья Менделеева вам о чем-нибудь говорит? Это да Именно из-за нее она и согласилась на эту операцию Мужчина, с которым у Марьяны отношения Профессор Ровенский Я не знаю его фамилии Я знаю только, что они вместе работают Он увлекся этой девушкой И предложил ей должность, которую он давно обещал Марьяне Поэтому она очень сильно переживала Да, ну что ж, спасибо Вы нам очень помогли Я не понял, подожди Ты что, его не выкинул? Ты где стекло достал? Не я! Соня! Нашла у себя на антресолях новую колбу Вот думаю, грех выбрасывать такую нужную вещь Пожалуйста, пригодилась Я принесла Пап! Да Ой, вот это праздник Мы с Денисом испыкли королевский бисквит Неправда Наташа сама готовила Я только помогал Дайте я понюхаю Ой, да, правда Наташа, Наташа Молодец Ой, какая красота Марьяна Витальевна Вы помните, что вы делали в доме, где жили Галактионовы? Не помню А аварию вы помните? Помню Я толкнула ее под машину Я хотела, чтобы она умерла Колоссовская страшно ревновала Толкнуть Софью Михайловну под колеса Было ее спонтанным решением Потом она пришла в ужас Что чуть не убила человека Решила, что может вообще ей все это почудилось И никакого романа у Ровенского с Соней нет Захотела пойти к ней домой Поговорить и разобраться Ну, то есть она к Соне шла Не к Галактионовым Да Да, но на лестнице появился Ровенский Она, чтобы не позориться Спряталась этажом выше Услышала, как хлопнула дверь бегом вниз На улицу Сяла в машину, газ в пол Неслась, как сумасшедшая Ну и попала в аварию Так что Колоссовская к нашему убийству Не имеет никакого отношения И все усилия следует сосредоточить На поисках загадочного жениха Богдановой А теперь Меняемся чашками Быстрее, быстрее, быстрее Кто последний, тот проиграл Всем добрый вечер Гостей принимаете? Привет Да, пожалуйста, проходите У нас безумное чаепитие Как в Алисе в Строе чудес Но только все должны быть в шляпах Это английская традиция Ничего себе А откуда столько шляп? Это Соня У нее целая коллекция Пожалуйста Так А сейчас Меемся по кругу местами Скорее Ну не так быстро, ребята Папа, ты проиграл Есть новости? Проиграл Да, у Бянцев было бы рядом в больнице Потом расскажу А теперь Пьем чай Вот Наташка Без задних ног Уснула Прям в шляпе Спасибо вам, Соня Спасибо Совершенно счастливая Граждане Доедайте пирожные Ой, нет, я не могу Вся надежда на тебя Бери с розовым кремом Они самые вкусные Нет, только не розовые У меня перед глазами До сих пор Это несчастная Алла В розовом платье Она же всему верила Что этот гад наплел Что это судьба Что она самая любимая А любимая там была Только розовая помадка В дурацкой коробке С розой Он же просто ее использовал Чтобы подобраться к Галактионовым Вывести их за город Утопить И книгу забрать Арсений, ты ко мне? Я пришел с миром По старой памяти решил Зайти на чашку кофе Уехали в отпуск На дачу В озере Купаться, на лодках кататься Господи, как же я сразу не догадалась О чем ты, Соня? В тот день Когда ко мне пришел Уильям Я встретилась на лестнице С Арсением Он тоже был С этой дурацкой коробкой С розой Я ему сказала Что волнуйся за Галактионовых А он говорит Не волнуйся Сейчас лето, жарко Они наверняка уехали на дачу Плавать на лодке Купаться Понимаете? Он от неожиданности Ляпнул правду А я пропустил ее Мимо ушей Это Арсений Соня Арсений, конечно, со странностями Но, мне кажется, он сказал Самое очевидное Нет Лето Люди уехали за город Если дело только в этом Конечно, не только Все его странности Легко объясняются Если он знал про книгу О ком вы говорите? Арсений Сонин бывший ухажер Как-то раз среди ночи Он забрался к Соне Через балкон Наверное, считает себя романтичным Он хотел, чтобы так выглядело На самом деле Он хотел подобраться к Галактионовым Он знал, что в этот день Борис Васильевич Повез Сашу в областной центр На обследование Он знал, что они не приедут Ночью ночевать То есть, ты думаешь Конечно, он и за мной ухаживал Для того, чтобы подобраться к Галактионовым Знаете, как мы с ним познакомились? Я шла с работы Он стоял около дома Как будто специально тебя ждал И сказал, что это судьба Откуда ты знаешь? Алла точно так же познакомилась Со своим женихом Понятно Значит, со мной у него не вышло Он взялся за Аллу Да откуда он вообще мог знать про книгу? Он родственник Ровенских Я только вчера об этом узнала Надо срочно сообщить Румянцу Так Тетя Вера, как вы? Знобит Тетя Вера, давайте Чайку Хорошо Хорошо Потом поспите И когда проснетесь, все будет намного лучше Вот увидите А ты побудешь со мной? Вы не беспокойтесь, я буду с вами У вдовы Ровенского телефон не отвечает Так, не теряй время Бери ребят и поезжай от ней Если племянник наш подозреваемый Она в опасности Другую группу к племяннику домой Понял ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ ПЕСНЯ ПЕСНЯ Вероника Юрьевна Вероника Юрьевна, вы дома? Работаем Принято, ломай дверь Давай, давай Стоять! Не двигаться! Стоять, я не сказал! А-а-а! 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 Больно! Алло, скорая? Ну, послушайте, ну какое покушение? Ну, такой удозой никого не убьешь Разумеется, я не хотел навредить тете Вере Просто нужны были деньги, чтобы уехать А книги Блейка вы узнали от Вероники Юрьевны? Нет, от дяди Левой Ну, от Ровенского После похорон академика у него был нервный срыв И он не мог сесть за руль И тетя Вера попросила меня, чтобы я поработал водителем, так сказать Утром я приехал к нему, чтобы отвезти его на работу Но мы почему-то поехали к Галактионовым Что? Дядь Лев, вам плохо? Да-да Где эта таблетка? Здесь Может, в больницу? Да нет Сорок лет Сорок лет я с ним был рядом Никого не осталось, только я Терпел все его капризы В санаторий оплачивал Лекарства доставал А он взял и отдал Блейка Борьке галактил его Борьке! Которого он все эти сорок лет Последними словами ругал Говорил, что никогда руки не подаст Потом я понял, что Ровенский приехал, чтобы уговорить Галактенова Чтобы тот отдал ему книгу Ну, разумеется, тот его выставил И вы решили сами добыть Блейка Для этого познакомились с Софьей Михайловной Соней Да Да, она дружила с сыном Галактенова В ладо с ним играла Но она меня отшила Хотя жаль Она мне на самом деле нравилась Зато с Аллой все было намного проще Она всему верила, что я говорил Ты веришь в судьбу? Че? Ты веришь в судьбу? А, да Я тоже Мы должны были встретиться здесь и сейчас Я ждал тебя всю жизнь Меня? Я все про тебя знаю По гороскопу ты Рыба Да Вот А еще ты любишь розы Ты сама как роза Ты цветок всей моей жизни Что, 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 что? Извини, у меня проблемы У меня мама очень больна Нужны деньги на операцию И я ни о чем не могу думать Кроме У меня есть деньги Я копила на наш с тобой свадьбу Роза моя К сожалению, этого не хватит Хотя, наверное, ты могла бы мне помочь Нет, забудь Я не имею права тебя в это втягивать Забудь У нас с тобой одна судьба Ты же сам говорил Ну Дело в том, что Борис Васильевич присвоил одну очень ценную вещь которая принадлежит моей семье Какую вещь? Старинную книгу И вот, если ее продать То этого хватит на маминную операцию Конечно Конечно, я согласна Если это поможет, милый Ну Вот Добавишь это колоктионовым в чай Как только препарат подействует Просто дай мне знать Я буду поблизости А это не опасно? С ними все будет хорошо? Все Будет хорошо Мне просто нужно, чтобы Борис Васильевич меня выслушал Я поговорю с ним и тут же примчусь к тебе Да? Я ей сказал, что в самом крайнем случае я прибегну к угрозам Поэтому мне нужен был этот Саша Если сыну угрожают, то отец сразу же отдаст книгу Алла была с вами на лодочной станции? Нет, я ей верил оставаться на даче Ну а потом вернулся к ней Я волновалась Тебя так долго не было Ну что, что Борис Васильевич согласился вернуть книгу? Да Да? Да Теперь все будет хорошо Ты моя родная Скажите, а почему вы сразу не отправили за книгой? Квартира стояла пустая Ключи у Галтиона вы забрали Зачем нужно было ждать несколько дней? Вы не поверите Я простудился Вот как Да, наверное, когда возился с этой лодкой Вода там ледяная Несмотря на то, что лето Не знаю, может там какие-то подводные ключи бьют Я несколько дней провалялся с высоченной температурой А потом, когда пошел Нос к носу Столкнулся с Соней Но вы попытались Снова? Да И столкнулся с дядей Левой О господи Так до инфаркта можно довести Ты что тут делаешь? А вы что ищите, Лев Леоныч? Не хотел его убивать Но я сообразил, что дядя Лева не дурак И наверняка догадался бы А потом пришла ваша эта девочка сотрудница Потом брат Сони В общем, мне не повезло с самого начала А куда вы дели орудие убийства? А, в Респапье Выбросил в реку А книгу Блайка? Вы издеваетесь? Я ее так и не нашел Чертва книга Провалилась как сквозь землю Можно в город съездить? Зачем? Я Наташе книжки обещала Нет, нельзя Книжки нам привезет Денис Ну почему? Опасность миновала Арсения задержали Все закончилось? Это Следственный комитет будет решать Закончилось все или нет Как только они дадут добро Вот сразу и поедет в город Работает Работает Да что ж так Ай Ну, не совай Полковник Румянцев, слушаю Да Понял Когда его можно будет опросить Ладно, до завтра подождем Ну что, товарищи, поздравляю Благодаря нашей информации Коллеги, которые занимались предыдущими жертвами Хантера Сумели его вычислить Его задержали? Да И после того, как он ответит на вопросы областных следователей Его передадут нам Румянцев меня навечно сошлет документы оформлять Если узнает, что я раньше времени рассказываю Но мне кажется, вы с Соней должны знать О чем? Задержали человека, который стрелял в Соню То есть, теперь действительно все закончено? Надеюсь, что да Я могу сказать Соне? Да Спасибо тебе Хочешь, поднимемся ко мне? Настя, я не знаю Денис, ну в чем дело? Дело в том, что ты мне страшно нравишься Слава Богу, а то я подумала, что ты Но я не готов к серьезным отношениям Я имею в виду по-настоящему серьезным Которые заканчиваются свадьбой, белым лимузином Я хочу семью Но позже Сначала я должен получить Мишленовскую звезду Господи, ты идеальный мужчина Я не думала, что так бывает Ты серьезно? Абсолютно, только пообещай мне, что ты не изменишься Я… И не потащишь меня в ЗАГС, пока я не дослужусь до старшего следователя Обещаю Ничего страшного Не, не мое это все Достаточно Ну что не твое? Ну не мое это все Ни крокет королевский, ни театра, нет Я ресторатор только по названию На самом деле обыкновенный простой пролетарский работяга Ну, между прочим, крокет это абсолютно пролетарская игра Это с Наташей он у нас королевский, потому что так вались в стране чудес А на самом деле в тридцатые годы это было любимое развлечение всех дачников Правда? Правда, крокет, шарада, любительский театр Кстати, мы будем делать домашний спектакль, ты участвуешь Нет, 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 у меня… Да, да У меня предложение лучше, давай я куплю билеты в нормальный театр У них там премьера скоро, так что… Вот Хорошо, я согласна, но с одним условием, ты пойдешь со мной И как говорила моя мама, когда папа не хотел идти с ней в театр Если что, там есть буфет Да, это аргумент Согласен Все, пробуй еще раз Но… Не буду я, все Послушай, никогда не останавливайся на первой попытке Всегда совершай вторую Я помогу Давай, держи Так 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 Я помогу Смотри Лучше брать за середину Так будет удар точнее Вот так Давай Пробуй Бей Я попал Ух ты Ты попал Я попал Я тебя поздравляю 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 Оставайся с нами Оставайся со мной Я не могу Почему У нас ничего не получится Мам Нет, значит нет Подожди Подожди, я тебе объясню Федор Я действительно не могу остаться Дело не в тебе Просто я Я не гожусь для отношений Очень скоро ты в этом убедишься и поймешь, что Тебе нужна другая женщина Ой, черт, ну почему со мной вечно все так Сонечка Вернулась? Или на побывку? Я вернулась, Владимир Петрович Вот радость-то какая А я ж решил, что ты от нас совсем съехала Да ну, куда я от вас денусь А чего такая расстроенная Да вон, сумка любимая порвалась А лицо такое, как будто не сумка у тебя порвалась А жизнь сломалась Я надеюсь, что нет Ну, пойдем, пойдем, провожу Проходи Спасибо Радость-то какая Пап, ну почему ты не уговорил Соню остаться у нас? Да Татка, понимаешь Соня, она взрослый человек У нее своя жизнь, у нее свой дом свои мысли Решения она принимает тоже свои собственные Мы на них же не можем никак повлиять, да? Ну, это очень плохое решение Ужасное Но я не могу его поменять Татка А я тебя ищу Идем птичек кормить Угу Ты раньше времени не расстраивайся Может, Соня еще передумает Давай кулаки держать, чтоб передумала Давай Давай Когда родители погибли, я вскоре вышла замуж Я тогда была сама не своя Но мне было двадцать И я верила, что все будет хорошо Вот только оказалось, я не могу никого сделать счастливым Просто не способна В конце концов, у мужа появилась другая женщина И мы расстались Мне тогда жить не хотелось Но надо было растить брата Денис был совсем маленький А также выплачивать долги Муж оформил несколько кредитов на мое имя Пришлось как-то справляться Несколько лет я буквально собирала себя по кускам Теперь у меня более-менее налаженная жизнь И я ужасно боюсь все сломать Просто не переживу этого еще раз Поэтому прошу Давай попробуем остаться Друзьями Так будет лучше для всех Я не буду отвечать Я не буду отвечать Нет, нет, я не буду отвечать Соня, привет! Я хотел сказать, что купил билеты в театр Я ведь будешь обещал тебя сводить на премьеру В общем, в половине седьмого буду ждать тебя у входа Но имей в виду, я не хочу, чтоб я был тебе только другом Так что, знай это свидание Ты, конечно, сама решай, как поступать Но помнишь, ты говорил, если первая попытка провалилась Не надо бояться и пробовать нужно еще раз Так что, я пробую Я никуда не пойду Нет, даже не думай Черт знает, что такое, карьеристы хреновы Только бы начальство отрапортовать Игорь Александрович, что случилось? А случилось то, что Хантер, которого они якобы задержали Никакой вовсе не Хантер Просто мужикам машина той же марки и ружье такой же фирмы Они не того взяли? Да! И на перегонки побежали докладывать начальству Какие они молодцы! А Хантер на свободе гуляет И мы до сих пор не знаем ни где он, ни кто он, ни как его искать Я изучил материалы дела, которые нам прислали по Хантеру В прошлом году областные опера вышли на его посредника Да? И где этот сейчас посредник? Умер от передоза Есть их переписка и данные оператора связи Какие данные? Локация сотовой вышки Правда, у нее покрытие несколько километров, но… Ну-ка, где она? Вот Где-то отсюда Хантер выходил с ним на связь Так это же дом, где Менделеевы живут Вот Ничего получилось Но с парной Лосятиной никакого сравнения, конечно Это парная Лосятина? Владимир Петрович привез с охоты Владимир Петрович у вас не охотник, он у вас браконьер Может, это, конечно, глупость и ничего не значит Но говори, нам сейчас любая глупость пригодится Просто я знаю одного охотника, который живет в том же доме, что и Менделеевы Надо кое-что проверить Привет Привет Ужасно рад тебя слышать Увидимся вечером? Да Я по делу звоню Это насчет вашего соседа Помнишь, ты говорил, что он все время с охоты дичь привозит Ты можешь вспомнить точно, когда и что он привозил? Ну, не до дня, конечно, но как можно точнее Да, я записываю Спасибо, я позвоню тебе, как только освобожусь Вот Это даты, когда сосед Менделеев их на охоту ездил Совпадает с датами убийств, которые совершил Хантер Ай да стажер Похоже, она нам Хантер нашла Костя, собирай группу, бегом! Сделаем Надо Соню предупредить Да, конечно, предупреди, если что я у себя Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети Игорь Александрович, я не могу найти Софью Михайловну Телефон выключен Что значит не можешь найти? Ищи Денис, ее брат, сказал, что она могла пойти в театр Это Румянцев Менделеева сейчас может находиться в театре Субтитры создавал DimaTorzok 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 Стоять! Не двигаться! Взду вниз! Я думал, ты не придешь Я сама думала, что я не приду Ну вот, ты пришла Да, я пришла Тогда пойдем? А что мы будем смотреть? Сейчас узнаешь? Соню я не стрелял Я к ней как дочка относился Я бы в жизни такой заказ не взял Целью был Лаврецкий Ко мне через посредника обратилась его бывшая жена Она по разводу получила гроши А вот наследство Это совсем другое дело Все шло гладко Но тут появилась Соня И спутала мне карты А потом Лаврецкий засел дома Пришлось несколько дней ждать, пока он в город поедет Ну а дальше вы лучше меня все знаете Ну да Интересно, куда же все-таки книга подевалась? Не знаю Книгу так никто и не нашел А значит она до сих пор лежит там Куда положил ее Борис Васильевич Но вопрос куда? Погоди Ты помнишь Сашины дневники с иллюстрациями Блейка и стихами? Помню что-то Странное про хлев Разинув свой тлетворный зев Вино и хлеб обрызгал змей Тогда пошел я в грязный хлев И лег там спать Среди свиней Ты говоришь загадками Это такая шутка За неимением настоящих свиней Блейка положили в клетку с морской свинкой Туда, где ее точно никто не стал бы искать Помоги мне Ну-ка Глеб Ты мне помогаешь Ну, ты даёшь! Сонь, ты готова? С ума сошёл? Тебе сюда нельзя. Как это мне нельзя? Я её нашла. Кого? Я нашла книгу. Как? Ну, нашла. Здесь ещё завещание. Борис Васильевич оставил её мне. А почему? Почему мне? Ну, может, потому что ты единственная, кто играл с Сашкой в лото? Ты это, Сонь, ты только не плачь. Я не буду. Не надо. Это я плакать должен. Почему? Ну, как почему? Ты теперь вон, богатая невеста. Ну уж нет. Может быть, ещё лучше, чем я найдёшь? Ну уж нет. Книгу я отдам в университет. Так что тебе не отвертеться, Лаврецкий. А я и не собираюсь. Да? Я и не собираюсь вертеться. Всё хорошо дали свою... Поздравляю его. Поздравляй его. Спасибо. Борька. 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 А теперь давайте сделаем общую фото. Идите сюда. Идите, дубай. Молодец. Ура! Отлично. Продолжение следует...